В 5.3 версии Unreal Engine завезли Cine Camera Rig Rail. Вот такой вот интересный плагин, который позволяет делать дополнительные пути сплайные для управления камерой и персонажами, которые бегают по уровню. Запускается это дело все вот так. Активируем плагинчик Cine Camera Rx. И после этого у нас появляется в Play Sectors вот такая вот штука. Cine Camera Rig Rail. Вот, ставим ее на уровень и что мы видим? Цифры, которые при добавлении новых точек растут вверх. Значит, это вот и есть Use Absolute Position. Значит, у этого сплайна нового есть два режима. Use Absolute Position и Use Cine Position on Rail. Обычный режим. Обычный режим это обычный сплайн от нуля до единички. Значит, сначала смотрим про модный. Новенький. Значит, каждый раз добавляя точку, мы удлиняем наш сплайн. И, соответственно, вот наша тележка при движении будет двигаться от нуля до единицы, двойки и так далее. Вот, смотрите, я еще покажу, как это выглядит. Ставим точку здесь. Ставим точку здесь. И мы видим, что наша тележка перекатилась от нуля до семерочки. Это очень удобно, если мы хотим, допустим, что делать со сплайном дальше? Удлинять, укорачивать, где-то какие-то точки убирать. И при этом наша тележка, как видите, будет сюда приезжать в одно и то же место. В данном случае семерочку. В этом плане это очень удобно. Но и здесь кроется один большой минус, что когда мы так используем, то она едет как бы линейно. То есть расстояние от единицы до двойки, до тройки, от тройки до пятерки, она пройдет за одно и то же время. И вот если мы сейчас пятерку вот сюда вот утащим, то, смотрите, что будет. Она будет ехать. Оп, быстро. Потом снова едет медленно. Это большой недостаток. И чтобы это вот нам все избежать, нужно очень четко расставлять точечки, чтобы расстояние между ними было более-менее одинаковое. Либо можно переключиться в режим обычного сплайна, ну и работать уже как с обычным сплайном, как всегда это все делают. Эта штука еще очень полезна, чтобы сюда приоттачить камеру. Так. Вот наша камера. Оттачим. И что мы видим? Камера приоттачилась к тележке. И когда едет тележка, камера едет вместе с ней. И вот тут есть такая фишка. Use Point Rotation. Мы можем поставить, чтобы наша тележка поворачивала. И видим, камера крутится вместе с ней. То есть, если мы сюда приоттащим нашего персонажа, пускай это будет кубик, то он будет поворачивать вместе с тележкой. И сейчас, примените с ним, как видите, поворачивает и камера. Вот. Теперь, что очень хорошая здесь вещь, это мы можем поставить, допустим, вот так вот Z. Отключить в Rotation. И мы видим, что камера продолжает смотреть, куда смотрела по Z, но при этом продолжает крутиться по X и Y. Это замечательно для тех, кто занимается анимациями. Вот. Убираем две оськи. Видим, смотрит, куда смотрела. Ключили Z. Крутится по Z, но не крутится по всему остальному. При этом мы видим, что наш кубик, который не является камерой, продолжает крутиться, как крутился. По сути, это очень хорошая туза для аниматоров. Вот. Ну и здесь есть еще такая вещь, как Driving Mode. Честно, я не знаю, как он пользуется всем, кроме Manual, потому что Duration, да, мы можем выставить. И он проедет весь путь за указанное нам время, там за 10 секунд, за 2 секунды. Не знаю, где это использовать, но, наверное, можно. Speed это вообще типа скорость. Все бы было хорошо с этим Speed, если бы оно начинало воспроизводиться туда, откуда мы, скажем, перетащили сейчас ползунок. Вот, допустим, мы видим, что мы ставим Speed другой. И когда мы так двигаем ползуночек, у нас оно ползет. То есть мы вот так вот подвинули, оно где-то вон там ползает. То есть, видите, меняется скорость, да, но не меняется положение. Короче, пользоваться этим для анимации, наверное, как-то можно, но я не придумал. Ну, как еще для себя. Вот. В целом, поэтому, если использовать режим Manual, то можно достаточно удобно анимировать движение тележки. Ну, наверное, все, что нужно знать на данный момент о этом компоненте.